Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим курицу в необычном соусе. Для приготовления я взяла 700 грамм курицы, взяла бедрышки, можно взять любую часть курицы, кожу я сняла заранее. 25 грамм меда, это столовая ложка без горки, 3 столовых ложки сметаны с хорошей горкой, это 90 грамм, столовая ложка горчицы, специи я буду использовать тимьян, иногда его называют чабрец, смесь перцев и соль. Приготовим маринад, смешаем мед, сметану, все привыкли смешивать мед с кетчупом или соевым соусом, обязательно попробуйте маринад со сметаной, уверена вам тоже понравится. Сюда же добавляю столовую ложку горчицы, горчицу можно взять русскую, острую, любую на ваш вкус. Добавляем специи, неполную чайную ложку тимьяна, смесь перцев по вкусу я добавляю примерно столько же, чуть больше, чем пол чайной ложки смеси перцев. Добавляем соль, соль добавляем по вкусу, я добавляю чуть больше, чем полторы чайной ложки. Все необходимо хорошо перемешать и в эту смесь добавить курицу. Добавляем курицу, хорошо перемешиваем. В этой смеси курицу оставляем минимум на 30 минут, можно оставить даже на ночь. То есть чем дольше будет мариноваться курица, тем она получится более сочной, ароматной, хорошо пропитается в соусе. Так, хорошо-хорошо перемешиваем, чтобы соус был везде. И оставляем. Если на 30 минут, то при комнатной температуре, если на более длительное время, больше часа, например, то лучше убрать в холодильник, ну, предварительно накрыв пленкой. Я оставляла курицу на 40 минут. Курица замариновалась, будем ее готовить. Масла я не добавляю, выкладываю курицу вместе с маринадом. С помощью лопаточки распределила курицу, желательно в один слой. Закрываю крышку мультиварки, готовить буду на режиме выпечку, у меня это ручной режим, при температуре 130 градусов, 50 минут. Через 30 минут курицу необходимо будет перевернуть. Прошло 30 минут, курица готовится в соусе, при желании можно ее перевернуть, чтобы она со всех сторон, с какой-то из сторон может запечься, получится более румяной. И готовим оставшиеся 20 минут со второй стороны. Если у вас нет времени и возможности перевернуть, видите, она слегка зарумянилась, то можно оставить, курица не подгорит, просто будет в соусе. Итак, время истекло, курица готова. Смотрите, соуса получается не очень много, поэтому я предлагаю контролировать минут за 10 до окончания, но курица готовится быстро, несмотря на то, что она на кости, можно увидеть, что она даже разваливается. То есть, она мягкая, сочная, и в принципе, можно также минут за 10 до окончания проверить количество соуса, и при необходимости или долить водички, или выключить. Второй рецепт. Мы приготовим курицу с грецкими орехами. Для приготовления нам потребуется 900 грамм курицы, можно взять любую ее часть. Я взяла голень, можно использовать бедра, или та же просто курицу, порезанную на небольшие кусочки. 100 грамм грецкого ореха, его необходимо мелко-мелко порезать. 70 грамм майонеза, 70 грамм любого кетчупа, 2 дольки чеснока, смесь перцев, хмели-сунели и соль. К куриной голени добавляем чайную ложку хмели-сунели, пол чайной ложки смеси перцев, можно использовать просто черный молотый перец. Соль добавляем по вкусу, я добавляю чуть больше, чем полторы чайной ложки соли. Добавляем измельченный с помощью пресса чеснок, любой томатный кетчуп, соус и майонез. У меня майонез домашний, на молоке, можно использовать майонез на яйце, или даже покупной майонез. Все необходимо хорошо перемешать. Вот такая курица в итоге получилась. Чашу мультиварки ничем не смазываем, выкладываем курицу вместе со всем соусом. Курицу выкладываем вместе с соусом, аккуратно распределяем. Сверху на курицу высыпаем грецкий орех, но не перемешиваем. Перемешивать будем уже готовое блюдо. Закрываем крышку мультиварки. Готовить будем на режиме выпечки. У меня ручной режим при температуре 130 градусов 45 минут. Через 30 минут необходимо все перемешать. Прошло 30 минут. Теперь все перемешиваем и доготавливаем оставшиеся 15 минут. У меня жидкости практически нет, То есть, курица за это время поджарится слегка. Время истекло. Курица полностью готова. Если вы хотите, чтобы курица получилась соусом, можно добавить немного горячей воды в конце приготовления. Курица получается нежной, очень ароматной, с вкусом ореха. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!